Успение Богородицы — праздник, посвященный событию, которое не описывается в Библии, но о котором известно благодаря преданию. Память об Успении пронесена через столетия, и она свидетельствует, почитание той, которая изволением Божьим стала Матерью Спасителя мира, было с первых же дней существования Церкви. Это почитание лишь крепло от века к веку, ведь и не только те, кто имел счастье видеть своими глазами Матерь Божию, но и последующие поколения ощущали её реальную помощь в обретении веры, в преодолении жизненных невзгод, в борьбе с грехом и стяжании добродетели. Об этом напомнил своим прихожанам правящий архиерей Меликетской епархии за праздничным богослужением. Слово нашим коллегам. Преосвященный Владыка Деодор совершил Божественную Литургию святителя Иоанна Златоуста в главном храме столицы Заволжья, в Спасопреображенском кафедральном соборе города Дмитровграда. Владыке сослужило духовенство кафедрального храма. За богослужение молились активисты православного молодежного движения Преображения, преподаватели и воспитанники Центральной Воскресной Школы. Несмотря на будний день, почтить праздник Успения Царицы и Невестной собрались многочисленные прихожане. По прочтению евангельского зачала, архипастер обратился к собравшимся верующим со словами проповеди, в которых рассказал о событиях земной жизни Пресвятой Девы, значении её подвига и Успения. Всех вас сердечно поздравляю с великим торжеством Пречистой Девы Марии Богородицы, с её славным Успением. Сегодня мы снова и снова, вся полнота Церкви Православной воспоминает это дивное чудо и с любовью преподает к стопам Пречистой Богородицы, призывая её святое имя с великой, несумненной надеждой на её Матерния к нам ко всем с вами милосердия. После причастия мирян состоялось славление перед Плащаницей Успения Царицы Небесной, после чего Владыка Деодор ещё раз поздравил молящихся на 10-м праздникам и преподал архиерейское благословение. Пресс-служба Меликесской епархии. Пресс-служба Меликесской епархии.